День Матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Этот особенный и трогательный день был официально учрежден президентом Борисом Ельциным в 1998 году. В 2023 году этот праздник выпадает на 26 число. Целью праздника стало укрепление семейных устоев и напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг для малышей «Теплые книги про любимых мам». Книги Деби Глиори «Непогода» – это очень милая, добрая сказка колыбельная для самых маленьких читателей. В ней мама-лиса укладывает спать своего маленького лисенка. В ее песенке поется, что в теплой и уютной норке рядом с мамой не страшен ни дождь, ни снег, ни ураган. Это там, за окошком, могут быть громы и молнии, и луну не видно, потому что она за облаками спряталась. А тут у нас все тихо и спокойно. Автор книги – художница и писательница из Шотландии Деби Глиори, сама мама пятерых детей. На каждой странице помещены ее рисунки, изображающие разных мам, которые укладывают спать своих малышей. Тут есть и мама-сова с совенком, и зайчиха с зайчатами, и мама-тюлениха, и даже мама-улитка. Картинки большие и интересные, а еще очень спокойные и акварельно-мягкие. Их можно как следует рассмотреть и вспомнить, как говорят животные, где они живут, а потом вздохнуть, прижаться к маме покрепче и уснуть. О маме-зайчихе рассказывается в книге Ютты Лангройтер «О дома лучше». Мама-зайчонка Джосси рассердилась. Правда, сколько можно повторять, чтобы он убрался в комнате? Умылся и сделал зарядку. А Джосси взял и рассердился в ответ. Нагрубил маме, собрал свои вещички и хлопнул дверью. Пошел жить к друзьям. Наверняка у них мамы получше. Конечно, друзья Джосси, Барсучонок Рафи, Соня Лара и Белка Фипси обрадовались. Их мамы накормили и приютили его. Только вот оказалось, что барсуки никогда не умываются, и у них дома плохо пахнет. Сестренки и братишки Сони везде раскидывают игрушки, о которые можно споткнуться. У белок вроде бы хорошо, но только домик их высоко на дереве. А еще Джосси не знал, что никакая чужая мама не знает, как правильно чесать за ушками. В конце концов, Джосси не выдержал и вернулся домой. Автор книги, психолог Юта Лангройтер, дает самый убедительный ответ на вопрос, чья мама лучше. Возможно, на опыте своих сыновей их у нее двое. Картинки к этой книжке нарисовала художница Штефани Далле. Они большие, и можно долго и с удовольствием рассматривать завтракающих белок, валяющиеся у Сони на полу игрушки и даже плохо пахнущих барсуков. Муми-мама самая идеальная мама на свете. У нее на кухне всегда тепло и найдется парочка оладий. А во время хлебосольных праздников оладий требуется столько, что она развозит их на садовой тележке. Еще Муми-мама точно знает, в какое время собирать ягоду для сладкого пирога. И какой лечебный порошок вытащить из сумки, если ты объелся молока с булочками и ягодами. Ну и, конечно, у нее всегда в запасе сухие носки для обожаемого сына муми-троля. И парочка перин, на тот случай, если в доме заночуют несколько его друзей. В книге Туви Янсен «Все о муми-тролях» именно Муми-мама, источник мудрых цитат. А книга бельгийской писательницы и художницы Риски Леменс «Леон Рычит» предназначена для мам мальчиков. Она очень точно иллюстрирует, на какие ухищрения приходится идти, чтобы договориться с сыном. Мальчишки, они же такие упрямые. У мальчика Леона был день рождения. Ему исполнилось пять лет. Пришли гости. Всех ждал торт и свечки. Но Леон остался недоволен. Гости были взрослые и скучные. А кусок торта ему достался всего один. И тогда Леон разозлился, рассердился и зарычал, как самый настоящий дракон. И кто, если не мама, в этот момент сможет понять, что Леон на самом деле устал и хочет спать. И ему надо быстро почистить зубы и лечь в кровать. Но вы видели хоть одного дракона, который идет спать, если ему об этом говорят? Нет, конечно. И тогда маме приходится стать рыцарем и вооружиться щитом, крышкой от кастрюли и шваброй копьем, чтобы направить дракона в нужную сторону. В итоге, конечно, Леон почистил зубы, собрал все игрушки, надел пижаму. Но перед этим маме пришлось побывать охотником на слонов, укротителем львов, коровой. И только потом она снова смогла стать обычной мамой, а Леон – ее маленьким сыном. Только многодетные мамы владеют этим искусством, одновременно быть в нескольких местах. Итак, жила-была большая-пребольшая семья. Папа, мама и целых восемь детей. Детей звали так – Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортон. И еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. Если кто-нибудь из знакомых собирался переезжать, то непременно просил папу перевезти вещи. Если в какой-нибудь магазин нужно было доставить со станции товар, то и тут не обходилось без папиного грузовика. Как-то раз грузовик возил громадные бревна прямо из леса и так устал, что потом ему пришлось дать небольшой отпуск. Обычно папа и грузовик выходили на работу каждый день, и папа получал за это деньги. Деньги папа отдавал маме, а мама покупала на них еду, и все были довольны, потому что приятнее быть сытым, чем голодным. Когда папа, мама и все восемь детей гуляли по улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Некоторые даже останавливались и спрашивали маму, неужели это все ваши дети? — Конечно, — гордо отвечала мама, — а то чьи же? Папа, мама и восемь детей жили в высоком каменном доме в самом центре огромного города. И хотя семья была такой большой, их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Ночью папа и мама спали в кухне, на диване, а дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых восемь кроватей? Конечно, нет. У них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали на полу восемь матрасов. Им казалось, что это не так уж плохо. Во-первых, можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь. А во-вторых, нет никакой опасности, что ночью кто-нибудь свалится с кровати на пол. На день матрасы укладывались высокой горкой в углу, чтобы по комнате можно было свободно ходить. Замечательная мама из книги Анны Катрины Вестли умеет одновременно варить суп, делать уроки, дуть на ушибленную коленку и убаюкивать самого маленького. А также одновременно помыть всех детей и постирать их одежду за неимением стиральной и сушильной машин. А еще она очень красивая, отлично танцует и ездит на велосипеде. Книгу «Знаешь, как я тебя люблю» Сэма Макбратни считают классикой мировой детской литературы. Она универсальная и очень коротко, без длинных прелюдий и поворотов сюжета, рассказывает о самом главном. О том, что никаких мерок вроде «До самой-самой луны и обратно» не хватит, чтобы измерить материнскую любовь и детскую любовь к матери. Эта книга, наверное, самый идеальный и говорящий подарок для родителей. Неважно, какого возраста их чада. От того, какими были взаимоотношения с нашими родителями и матерями в частности, во многом зависит наше отношение к себе и окружающим во взрослом возрасте. Зачастую мы неосознанно транслируем уроки из детства своим детям, а те – своим. И, кажется, деструктивному циклу не будет конца. Мы подобрали также пять книг для взрослых, которые помогут исцелить детские травмы и разорвать этот круг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...